Так, ну что, запись пошла. Еще раз всем добрый вечер. Я приветствую всех на открытой встрече с Александром Стесиным в нашем книжном клубе. В этом месяце мы читали его роман «Трое против всех». Вот он здесь у меня стоит на видном месте, но я еще раз его покажу. Вот, и снова поставлю на видное место. И сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с автором. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, спасибо огромное за приглашение. На самом деле, это большая радость и честь. В общем, ужасно вам благодарен и всем, кто подключился. Ну что ж, я бы хотела, наверное, начать с вопроса, который приходит самым первым в голову. Я думаю, что не только мне. И сегодня утром у нас было обсуждение книги в клубе, и мы тоже очень много об этом говорили, а именно о границах автобиографического и вымышленного в «Трое против всех». Где они проходят, Александр? Так, сейчас у меня что-то тут зависло. Одну секундочку. Да, нет, значит, понятно, вопрос, в общем, ожидаемый. Значит, дело в том, что, ну, во-первых, потому что все, что я писал до этого, все-таки до криныча вписывалось в жанр автофикшн. Да, да. Вот. А новая книжка нет. Это абсолютный фикшн. Вот. Но другое дело, что любой фикшн, естественно, откуда-то он должен браться. Вот. Значит, вот, ну, можно просто сказать, сейчас, одну секундочку. Так, ладно, так уже все отключу. Вот, значит, ну, персонажи главные, ну, в общем, все персонажи вымышленные. Причем, если главные персонажи, там, Вероника, Лена и так далее, просто вымышленные, то у некоторых из второстепенных персонажей есть прототипы. Вот. Вот. В первую очередь у тех, кто появляется в детстве героя. Вот. Значит, ну, то есть такой секрет, который я, впрочем, всем рассказываю, поэтому уж немножко такой секрет Плешинели. На самом деле там у меня был некоторый замысел, когда я писал, который заключался в том, что, ну, как, там же некоторые главы от первого лица написаны, а некоторые от третьего, да. Вот. То есть там, там, где рассказывается о юности, да, Вадика, вот, там, значит, все от третьего лица. А там, где уже он пишет про себя и пишет, пытается написать книжку франговую, вот, уже взрослый Вадик, это все от первого лица. Ну, 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 так вот, значит, вот взрослый Вадик, это, в общем-то, вымысел. Вот. Я, понятно, не юрист, с нефтепромышленностью не связан, в Анголе никогда не жил, и уж тем более в хардкор-группе там не играл и так далее. Вот. А детство героя, на самом деле, действительно во многом списано с моего собственного детства. Вот. То есть, ну, да, вот я приехал в Америку в раннем возрасте, чуть пораньше, чем мой герой, на самом деле, да, то есть я был совсем маленьким. Вот. И, действительно, вот я рос в этой самой Трое, которая находится на северной части штата Нью-Йорк. Вот. И, действительно, вот в свои подростковые годы очень увлекался вот этой ужасной музыкой в брутальной и так далее. Вот. Играл в группе и так далее. Вот. То есть, ну, понятно, что это не все равно, это не документальный вопрос, естественно, там много и вымыслов и так далее, но все равно в общих чертах вот детство героя действительно соответствует своему собственному, а все, что дальше, уже нет. Угу. Ну, я, кстати, хотела отдельно поблагодарить вас за плейлист, который вы составили. Вот. И я должна вам сказать, что не все сочли хардкор ужасным, были те, для кого это было по лайту. Вот. Ну, отлично. Да, я просто думаю, что, как бы, на самом деле, читатели очень разные, и даже вот в нашем книжном клубе тоже все очень разные, и поэтому, как бы, здесь музыка пришлась кому-то по вкусу, то есть никого она так не шокировала, как вы переживаете. Ну, отлично, слава богу, да. Тем более, что я там, я там включил, по-моему, не только хардкор, да, там? Нет, там, конечно, там был и фаду, там и очень классная ангольская музыка, это, конечно, очень-очень классно. За это вам отдельное спасибо. Вот. Ссылку на плейлист есть в клубе, есть в чате, и когда мы выложим это видео на YouTube, я обязательно еще один, еще раз добавлю ссылку на плейлист в описании к видео. Вот. Ну что ж, тогда давайте, я знаю, что вот здесь присутствует Виктор Русаев, и у него как раз-таки был вопрос, мы обсуждали, потому что сегодня это в клубе, по поводу вот как раз-таки того скачка от, ну, такой более документальной прозы, да, более автофикциональной прозы к художественной, вот тот переход, который вы сделали. Вить, если ты готов, то ты можешь сам задать свой вопрос. Да, я готов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Спасибо вам большое за книгу, и я читал, сейчас я читаю Трою, еще немножко не дочитал, и читал до этого Нью-Йоркский обход как раз, и мой вопрос, в общем-то, в большей степени о том, что вам понравилось больше, писать рассказы или писать роман, и по вашим ощущениям, как это вообще отличается, ну, то есть писать роман и писать рассказы. Вот. Ну, мне самому, честно говоря, больше нравится последняя книга, вот, то есть я ей в большей степени, наверное, доволен, по крайней мере, на данный момент, чем обходом. Вот. Вот. Они писались очень по-разному. Процесс письма в данном случае был как-то интереснее, наверное. Ну, в смысле, то есть это было совершенно другое, да, все-таки роман интереснее с точки зрения композиции, как бы продумывания, да, каких-то там сюжетных ходов и прочего, и вот, потому что роман все-таки, к моему представлено такое, ну, какое-то, это зодчество такое, да, то есть выстраивание такого здания. Вот. В Нью-Йоркском обходе, безусловно, тоже, то есть там огромное значение для меня имела композиция, но, ну, по-другому. Мне кажется, что в Трое это как-то более интересно, что это получилось, по Лавчей, наверное. Вот. А кроме того, естественно, когда ты переходишь в жанру фикшн, ты в гораздо большей степени должен там узнавать о вещах, о которых ты этого не знал, да, там какие-то далекие тебя там сферы человеческой деятельности, там, графические точки, где про «Никогда не бывало» и так далее, и как-то там представлять себя, додумывать. Вот. И это, 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 это само по себе очень, очень увлекательно. Там, что, что получается, уже не получается, другой вопрос, но, но, в общем случае, вот, вот этот процесс. Мне и, и я очень как бы хотел, на самом деле, ну, сколько можно, да, сколько же, сколько можно там писать этот самый автофикшн про себя любимый. Хотя он не совсем даже, в общем, обход не столько обо мне, сколько о том, что я наблюдал, но все равно. Ну, в общем, такое немножко опытство. Вот. А здесь все-таки более разнообразное такое, что ли. Спасибо большое. Спасибо, Витя, за вопрос, Александр, за ответ. И я, наверное, здесь тоже присоединюсь вот и продолжу Витин вопрос, что, то есть вы как бы подтверждаете тот тезис, что автофикшн исчерпаем, что, условно, у каждого автора есть какой-то ограниченный, скажем, запас историй. И если писатель выходит в литературу с некой автобиографичной историей, зарисовкой, не знаю, мотивом, то рано или поздно это заканчивается, и нужно делать следующий шаг уже в художественную... Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, то есть у нас есть, конечно, примеры людей, которые всю жизнь, авторов, которые всю жизнь вверсали автофикшн, да, Лимонов какой-нибудь, так сказать, вот он никуда за этот предел не вышел. Ну, и на самом деле, в конечном счете, он за это платился, мне кажется, потому что все равно его первый роман, ну, на мой взгляд, самый интересный, да, там уже, а дальше уже там начинаются какие-то там самобовторы и прочее. Вот это очень, как бы, хочется избежать. В моем случае еще мне очень хотелось уйти от врачебных историй. Потому что, ну, то есть, когда я писал обход, мне было просто важно выплеснуть все, что накопилось в течение какого-то периода времени подотчетного, но, ну, что значит, выплеснуть, зафиксировать этот опыт и свои мысли по этому поводу. Вот, но повторять это и писать там, да, Нью-Йоркский обход 2, 3, 4, ну, это какое-то, в общем, достаточно, мне кажется, безнадежное дело. Ну, вот у «Доктора Хаоса», знаете, было там 8-10 сезонов, все успешные. Ну, да, я понимаю, но «Доктор Хаоса» это же шоу. И, кстати, сказать, мне это больше нравится первые два сезона, а дальше там уже начинается какое-то, то есть, с медицинской точки зрения, да, вот то, что там в первом сезоне и отчасти в втором, третьем, это еще как-то осмысленно, а дальше там уже начинается какая-то. А дальше «Сложная волчанка». Полная, ну, полная бельберда, на самом деле. Вот, да, и на самом деле вот эти врачебные истории, это же тоже, не знаю, в этом есть некий подвох, не подвох, но вот я помню, что я же начинал со стихов, да, я долгое время писал только стихи, потом, потом, когда, на самом деле, когда я начал работать в «Бронксе», который я описываю в начале обхода, вот это фактически был, ну, почти первым записанным в строчку в прозе. Вот, и я помню, что я тогда писал, а, я тогда прислал вот эти рассказы Гондлевскому, вот, с которым мы очень давно дружим, он такой старший друг и учитель, вот. И он мне тогда написал, что, да, все хорошо, но ты же понимаешь, что вообще вот тебе вот в этой твоей ипостаси медицинской интерес практически гарантирован читательский. Не заметили, как ты это напишешь. Говорит, вот я помню, как-то я был в какой-то экспедиции, он же в Юнусе там много, вот в экспедиции всяком. И там, значит, говорит, был какой-то там медик среди нас, и вот вечерами у костра, вот он мог о чем угодно, вот в этой своей, этой самой медицинской практике, все, все слушали Розинов Рот. Попробуй стихи почитать, да, не так, не так просто привлечь читательское внимание. Вот, и вот это вот, мне кажется, очень правильно, и поэтому это немножко, ну, не хочется спекулировать, да, вот, по врачебным опытам, потому что, потому что он людям априори интересен. Ну, вот вы упомянули Лимонова, да, и, наверное, здесь все-таки есть еще такой момент, что в том случае, если ты, ну, не хотелось бы говорить слово злоупотребляешь, да, но, скажем раз, продолжаешь постоянно возделывать, да, вот, собственно, автобиографию, то... Она подчиняется потом, и она потом, и потом ты начинаешь жить ради, ну, собственно, вот Лимона, да, ради того, чтобы об этом написать, да, вот это вот. С одной стороны так, а с другой стороны ты становишься как писатель, твой текст от тебя, как от человека, неотделим, то есть как бы ты, как писатель, не можешь... твое творчество становится просто очень тесно переплетено с твоей биографией, ты не можешь сказать, ребят, вот эта книжка, да, вот это я, я отдельно как персона, как, не знаю, там, как человек, да, а вот это мое творчество, пожалуйста, посмотрите на него, попробуйте меня там выбросить за пределы этой книги, да, и посмотреть на нее как на некое художественное высказывание, вот. Ну, то есть, не знаю, может быть... Да, так и есть, ну, то есть это уже получается такой немножко пограничный жанр, это скорее из разряда такого перформанса. Как зовут эту самую вот художницу из Сербии она, что ли, Марина... Абрамович. Абрамович, все равно верно, Марина Абрамович. Это такой вот Марина Абрамович получается немножко, да? Только от литературы, да. Окей, окей. Вы упомянули композицию, и мне бы хотелось тогда спросить про нее. Сюжет романа постоянно перемещает нас из одного пространства и времени в другое, то есть мы... у нас как бы нелинейный нарратив, мы постоянно возвращаемся то в детство Вадика, то перемещаемся в Анголу, то у нас есть какие-то ретроспективные воспоминания о детстве в Ленинграде. В чем была задумка вот этой мозаичной такой конструкции? Ну, потому что герой... Мне, на самом деле, очень понравилось то, что вы написали в анонсе нашей встречи сегодняшней, да, о вот этой вот потерянности в пространстве и времени. Так есть, он застрял как бы между настоящим прошлым, между здесь и там, между своих отношений, которые у него не складываются, в итоге не знаю, да, там... Вот, значит... И он фрагментарен, и поэтому поискование фрагментарно. То есть, и получается, что вот герой, он, находясь вот в этом разобранном состоянии, пытается по кускам себя собрать, склеить какую-то целую картину, и к финалу романа, в общем-то, ну, как по моим, опять же, моей читательской исключительно рецепции, да, вот эта вот последняя сцена вбивает вот последний пазл в какую-то картинку Вадика, который как будто бы наконец-то понимает, из чего он состоит. Да, ровно так и есть. Да, последняя-последняя сцена, естественно, самое главное, и он как бы... Но она не последняя хронологическая. Нет, она не последняя хронологическая, она естественная, естественная. Но это... Да, это воспоминание, но... Которое, тем не менее, оно, значит, вот-вот приходит как прозрение в конце, и этот эпизод, ну, такое как бы подтверждение, что он есть тот, кто он есть, на самом деле. Можно я сейчас воспользуюсь тогда с... Вот раз мы вот об этом заговорили, и немножко уйду от сюжета романа к тому, как он писался, и поинтересуюсь тем, собственно, вот как вы писали эту прозу. Вы также писали ее какими-то кусками и фрагментами, либо у вас изначально, не знаю, есть план романа, и вы пишете хронологически, вот есть задумка, вы начинаете писать, знаете, чем закончится. Вот Стесен как романист. Какая у него кухня? Ну, да, нет, ну, я понимаю, что как бы есть такой, в общем-то, формальный процесс, да, значит, описание романа, там, storyboard и так далее, и прочее, но, вот, я поскольку когда учился в университете, я, в общем, сам учился на отделении поэтики, я никогда этому никто меня не учил, вот, поэтому у меня все по-дилетантски. Нет, значит, безусловно, в какой-то момент, значит, вообще, ну, окей, все началось, по-моему, не следующим образом. У меня давно-давно была идея, у меня хотелось написать просто вот о этом американском детстве, давно, и я даже начал чуть-чуть что-то писать, ну, буквально несколько страниц, вот, а потом как-то забросил, это еще до, до обхода, на самом деле, начали писать, страниц 5 написал, и как-то мне показалось, что это само по себе не очень интересно, вот. Ну, то есть, интересно в качестве для себя, там, дневников каких-то вещей, вот, ну, что это может стать частью чего-то еще, в принципе, когда-нибудь там в будущем. Вот, потом, значит, когда я писал африканскую книгу, дописывал, вот, и это там много времени проводило, там, по работе и так далее, вот, и более-менее случайно я, вот, наткнулся на информацию о том, что в Анголе существует жанр хардкор, вот, что меня очень удивило, потому что вообще не характерно для Африки, там вообще другая музыка, вот, а тут он, он существует, он как-то вот, ну, даже где-то так андегранд-де-Луанда как-то процветает с позданием 20 лет, вот, и вот тогда у меня просто появилась эта сюжетная идея, вот такой неожиданной связи, да, человек попадает на другой континент, другой совершенно, на другую планету, говоря, да, и вдруг, вдруг, меня же для себя сталкиваются с чем-то, так сказать, вот, чем-то своей там, в детстве, когда это как-то его отбрасывает назад, вот, а потом, потом я в какой-то момент разговаривал со своей приятельницей, у меня есть такая приятельница, может быть, знаете, такая эфиопская писательница, Мааза Мингиста, она романист, романист, она, вот она вошла за своим последним романом, как же он назывался, господи, The Shadow King, вот, короче, она вошла в шорт-лист букера, вот, у нас наверняка она не переведена еще, нет, не переведена, на самом деле, вот я готовил до всех февральских событий, я готовил антологию современной африканской прозы в переводах для НЛО, сейчас это все более-менее, ну, если не накрылось полностью, то в общем, все, все, все неактуально, нет, нет желания этим заниматься, но, но, я подготовил, там, там, там должно было, вообще, быть, Мааза, вот, ну, короче говоря, да, нет, она так, заслуженная, писатель англоязычный, вот, и мы с ней что-то ужинали, я вот рассказал ей про свой этот замысел, вот, с анголой, так далее, и вот, с тем, что там должно все время меняться, вот, и она говорит, знаешь, говорит, я вот, мне дали совет когда-то, который мне, это, возможно, вообще лучше, что мне когда-то советовать за всю мою карьеру, вот, если ты пишешь несколько линий, которые должны переплетаться, ты должен отдельно писать каждый из них, а потом уже переплести, ну, собственно, так ты и писал, вот, и, и вот эту вот линию детства я написал первой, и тогда, тогда, собственно, пришла идея вот этой концовки, которая будет концовкой романа, она была написана почти вот сначала. И потом вы, соответственно, монтировали? Да. Ну, потом, да, то есть, когда ты монтируешь, то, естественно, там что-то добавляешь, чтобы оно, переплетаешь, да, ну, да. Я хочу поделиться с вами немного теми результатами, скажем так, беседы, обсуждения романа, который сегодня состоялся в клубе, возможно, кто-то из тех, кто сегодня утром был на Зуме, тоже захочет присоединиться и самостоятельно дополнить, как бы, да, то, что я сейчас скажу. Вот. Но, наверное, такая одна из главных, один такой главный тейк вот из читательской оптики в клубе был в том, что Вадик, в общем, к Вадику очень много вопросов. Вадик такой непростой персонаж, которого, которому и хочется, и почему-то сложно сопереживать, что все время хочется от него какого-то действия, то есть, вот, условно, да, он переживает, что у него нет близости с сыном, и ты вот все ждешь, что он как-то возьмется это решать, раз для него это так важно, раз ему это так хочется, но в итоге он как бы делает полшага вперед, а потом шаг назад, это практически во всем. И вот отсюда вопрос, как вы сами, каковы у вас у самого отношения с вашим главным героем, что вы чувствуете к Вадику? Да, хороший вопрос, у меня оно менялось в процессе весьма, вот, а изначально оно было отрицательным, то есть, когда я начинал писать, вот, первую, не про детство, а про взрослого Вадика, вот, первую, он почти карикатурный такой у меня на самом деле. Вот, потом, потом я как-то по ходу дела больше ему начал сочувствовать, и кроме того, потому что, в общем, на одной карикатурности далеко не уедешь, и как-то по-абдайковски так продолжил ему там много своих там мыслей, наблюдений и так далее, да, хотя другой персонаж, естественно, я не себя пытался написать. Но вы пытались его полюбить в процессе? Ну, пожалуй, да, пожалуй. Потому что, конечно, когда читаешь текст, особенно вот, какие-то зрелые годы, да, когда читаешь о его браке, читаешь о Веронике, которая появляется в его жизни, и, наверное, этот фрагмент для меня, как для читательницы, был одним из самых я за него вам очень благодарна как писателю, потому что вы не пытались, может быть, намеренно, не знаю, сейчас я спрошу об этом, не пытались как-то романтизировать изначально их отношения, и поэтому вот как бы вот эта вот интрижка, да, которая тянется на протяжении очень долгого времени, по сути, как будто из книги не считываешь, что она кому-то приносит какое-то удовольствие, то есть это вот что-то, которое происходит, потому что оно произошло и не заканчивается, потому что никто это не заканчивает, и это такая какая-то бытовушная связь, невеликая любовь, ради которой, да, там кто-то готов что-то изменить, а вот просто какая-то бытовуха, и мне кажется, что я не так часто это встречаю в романах, в основном, когда люди описывают какой-то адюльтер, это всегда какая-то история про сильные чувства, про надлом, про все, сейчас брошу всю жизнь, значит, себе изговняю, вот, а здесь как бы нет, здесь это связь двух как бы непрекаянных людей, да, вот, которые оба ищут такого-то скорее смысла наполнения, вот, и вот у них появляются вот эти отношения, на самом деле отношения сами к себе нет, это не, все правильно. Ну вот, да, и это мне показалось очень каким-то таким классным, потому что я читала, ну вот, я думаю, господи, как хорошо, что вот это кто-то может вот так вот описать, может быть, если это люди прочитают, как бы, да, им станет как-то со стороны очевиднее, насколько это вот, как это можно еще описывать без романтических каких-то моментов. Ну да, да, нет, совершенно, да, и спасибо, спасибо, на самом деле, что обратили это внимание, верно восприняли, да, мне именно не хотелось такой вот книжной love story, да, совершенно о другом, о другом, и вообще вот, ну, герой не может перешагнуть через вот это вот свою невстроенность изначально, да, которая как бы у него, которую он принимает как данность, как вот, вот, есть такая у него изначальная установка, что ли, да, и эта невстроенность, она его как бы ведет по жизни, он достаточно, он по силе, он, герой романа, и вы описываете это очень тоже так щемяще, покидает Советский Союз такой с неокрепшей корневой системой, то есть если вы родители, да, это абсолютно советские люди, такая советская интеллигенция, которая абсолютно сломала, да, иммиграция, Да, да, ну то есть там очень печальная история у матери, которая попадает как бы вот в психиатрическую, у нее нервный срыв психиатрическая, помощь ей требуется, вот, и вот получается, что как бы они пытаются, они переехав, пытаются каким-то образом еще поддерживать вот эти вот коммуникации с русским сообществом, потому что свою русскость они никак уже преодолеть в себе не могут, а Вадик, у него нет корней, у него есть какие-то обрывочные воспоминания, но они еще не питают его как бы как человека, и он в итоге не набрал этого там, приходит, приезжает в США, и не может, вот первые вот эти годы его, да, не может впитать из этой новой земли, ему это дается с большим-большим трудом, пока он не находит вот эту музыкальную свою тусовку, пока он не... Ну да, таких отщепенцев таких, да? Да, да, и вот среди этих отщепенцев, казалось бы, да, то есть он пытается дружить с ребятами, у которых схожий опыт, которые тоже и переехали, но ничего не выходит, и как бы... Ну да, не схожий на самом деле, в том-то и дело, что он все время пытается найти, как бы ему кажется, что вот он ощущает какое-то родство, он себя убеждает с людьми, с которыми на самом деле нет ничего общего, и с этими ребятами, вот так сказать, втрое, и потом вот с этим музыкантом, ванголе, совершенно из другого теста, да, они-то как раз очень вписаны, да? Ну мне как раз показалось, что вот его дружба, которая растет, удобренная музыкой, неважно, какой у людей опыт, какого они возраста, какого они склада, что у них там в бэкграунде, она каким-то образом складывается, они становятся важными людьми для Вадика, а люди, которых он пытается каким-то образом, ну, не знаю, он встречается с Вероникой, потому что кто-то сказал, что она будет им идеально подходить, потому что она тоже из России, он женится на Елене, потому что, в общем-то, якобы у них тоже что-то схожее, они тоже имеют некий общий русский опыт, но и на самом деле нет у них ничего общего, и ничего не получается, он переезжает в Анголу, он совершенно не может состыковаться с такими же экспатами, как он, ему с ними неинтересно, нехорошо, не душевно, и он пытается найти и находит что-то свое только тогда, когда понимает, что вот есть вот эта вот музыка, которая все приводит в некое, ну, оживляя, да, дает плодородную какую-то вот эту почву, создает для того, чтобы что-то в Вадике росло, и сам он рос, и что-то в нем происходило, и у меня в этой связи вопрос о родине, потому что, как мне показалось, вот сцена, которая по фабуле последняя, то есть его возвращение в Трою, когда он в 2019 году приезжает в юбилейный год, значит, в Трою, стоит, смотрит на те места, в которых он очень давно не был, и задается вопрос, а где же родина, а что это вообще такое, и не заблуждаемся ли мы, когда связываем родину с местом, когда мы как-то пытаемся географически обозначить родину, и не выходим за пределы этого мышления. У меня вопрос к вам, как к человеку, у которого, ну, чей, в общем-то, жизненный опыт во многом тоже связан и с иммиграцией, и с опытом работы в другой стране, с путешествиями, с тем, что вам это близко. Что для вас родина, и как вы для себя нашли ответ на этот вопрос? Ну, да, нет, дело в том, что это такой центральный вопрос, который, ну, вот, ну что, мне, то есть, мне, собственно, хотелось как-то вот отразить опыт людей, говоря, моего поколения и моей, моих биографических обстоятельств, так как я же не один такой, да, людей, которые приехали, вот, там, в подростковом возрасте, и так далее, да, то есть вот этот иммигрантский опыт, который совершенно не, ну, забавно, да, там вот вышла от рецензии знамени, там, человек пишет обязательно, ну что, если русский иммигрант, обязательно с Газдановым сравниваем, да, значит, вот, что, что, ну, смешно, такой Газданов, да, вот, 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 вот он-то и сделал, что совершенно другой, другой опыт, другой, как бы, другие переживания с ним связаны, и, и один из главных, вот, неразрешенных вопросов, это действительно, к чему ты привязан, и так далее. В моем случае он, видимо, решался, ну, в большей степени был через язык, да, потому что все-таки там я, в отличие от Вадика, не музыкой занимаюсь, а там, чего-то пишу, вот, и вот это вот мое решение, там, 20 лет назад, что я буду писать по-русски, при том, что я из России уехал ребенком, всю жизнь живу в Америке, ну, вот это вот была такая вот попытка решить вопрос для себя, вот, и при этом совершенно не в том плане, что, да, что там вот родина для меня Москва и точка, разумеется, это не так, разумеется, все сложнее, но вот это вот, вот это вот при привет к языку, да, и слову на этом языке, вот это вот для меня лично очень-очень важный момент, что, ну, да, дело делает нынешнюю ситуацию дополнительную, как-то, да, проблематично, скажем так, впрочем, эта проблема мелочевая, это обстранение совсем с вами сейчас происходит, вот, но, но в том числе, да, вот это на самом деле, это для меня очень, сейчас тяжело об этом, обо всем думать, потому что, ну, потому что, да, для меня Родина русский язык получился. То есть, как для Вадика, условно, мы в конце финале понимаем, что для Вадика Родина, это, собственно, музыка, что это очень важная составляющая того, из чего он создан, откуда он, да, и как бы вот, то есть, для вас это русский язык. Да, это действительно в сегодняшних каких-то условиях звучит достаточно трагично, вот, я вам очень сочувствую, Александр, и всем нам, пишущим. Вот, вот, всем нам, давайте лучше так, да. Вот, про язык. Сегодня тоже на клубе была такая интересная ремарка, значит, я, во-первых, хочу отдельно сказать, что весь тот, все эти лингвистические каламбуры, которые вы заложили в текст, были для меня невероятным развлечением. Вот. Ура. Да, причем те, и когда, не знаю, папа Вадика, это один из моих любимых персонажей, вот, с его, значит, такими каламбурами, и, и, потом, значит, когда Вадик уже пытается каламбурить сам, вспоминая отца, и пытается, изучая новый язык, таким образом тоже что-то каламбурить уже на каком-то ангольско-португальском суржике, вот, и, и было, вот у нас, ребята в клубе заметили, да, такие моменты, что вот это обилие вот таких вот шуток и вот этих всех моментов, они периодически создают, ну, такой некий, некий для читателя, такой, ну, дисбаланс, дискомфорт, потому что ты, как бы, пытаешься понять то, что не можешь понять, и в какой-то момент вдруг мы все поняли, ну, все чуточку поняли, а с чем вообще сталкивается человек, который попадает в иную языковую среду. Конечно. И вот, волна об этом, да. Вот, да, потому что и то, и те попытки, вот ваши, ну, не попытки, даже успешные вполне попытки, да, то, что вы уходите вот на графию, вы рассказываете историю Трои, вы рассказываете историю кровавую Анголы, вы даете какое-то описание сеттинга, да, того, что здесь было сто лет назад, двести лет назад, что здесь сейчас, и в какой-то момент ты думаешь, господи, зачем Стесин туда ходит, зачем он постоянно на нас забрасывает этими фактами, что происходит. И в итоге, вот по обсуждав, мы пришли к выводу, что, в общем-то, именно это дает возможность понять человеку, попадающему в другую среду, и языковую, и культурную, и на другую континент, не знаю, в другую страну, сколько много на него сваливается. Да, именно так, и, конечно, и это, ну, хорошо, все-таки, надо не забывать, что, что вот эти вот все, да, избыточные эти самые, значит, этнографические, исторические и прочие экскурсы, они все вот в этих главах, которые написаны от первого лица. То есть, это как бы, значит, герой пытается написать, он же как, он же пытается книгу о Банголе написать, да? Да. Получается на него о другом, но пытается он писать книгу о Банголе. И вот он, вот он обо всем этом пишет. А на самом деле он сам пытается... Переварить. Переварить, да, совершенно верно. Вот этот вот опыт вот погружения и освоения, очень, да, и кривого восприятия, вот эта новая уже действительность, да, вот этот, ну, это абсолютно этот эмигрантский опыт, да, который, значит, там, ну, довольно, кстати, распространенный такой вот ход среди, да, среди там людей, которые приехали, например, в Америку в более старшем возрасте, чем я. Там мне это как бы не нужно было делать, потому что я приехал 11 лет, да, ну, само собой, в общем, все как-то, вот. При том, что я какие-то вещи там американские, многие, я таки не впитал, да, я ничего не знаю там про бейсбол и так далее, но я как бы не интересовался, вот, а вот среди людей, которые приезжают в гораздо более старшем возрасте, да, вот я часто вижу вот эту вот попытку во все американское, вот глубоко так вот основательно уйти, да, и это тоже такой вот поиск спасательного круга, да, вот это вот узнать, в Америке больше, чем сами американцы. Такое вот. Ну, у вас есть этот момент, он написан в начале, когда родители Вадика приезжают в США, и когда их везут, значит, по какому-то, я не знаю, какая-то программа адаптации, их везут на День Благодарения в какую-то деревню, и вот они едят эту индейку, и пытаются как-то во все это погрузиться, и все это выглядит достаточно карикатурно, потому что, ну, мы понимаем, что, и потом точно так же карикатурно выглядит то, как они пытаются наоборот сбиться вот этой своей русской диаспорой и продолжать каким-то образом реконструировать вокруг себя союз заново, да, как бы под комфортную среду, и это выглядит одинаково печально, потому что ты понимаешь, что это обречено, и что первое, что второе, обречено на провал, и, конечно, вот это вот, передать вот этот надлом людей, ну, которых, которые оказывается не готовы вообще к эмиграции, как эмиграция вообще может сломать, наверное, вот, ну, это тоже особенно у вас получилось, и за это вам большое-большое спасибо, потому что вообще кажется, что сегодня трое против всех оказался, еще больше, ну, наверное, еще больше попал в нерв времени, чем, наверное, когда вы его задумывали, и это, с одной стороны, ну, какой-то грустный факт, с другой стороны, не знаю, как я, как я, как многие из тех, кто приходят в книжный клуб, для нас русскоязычная литература, это тоже попытка сохранить себя, и чувство родины, и мы, как бы, читаем эти книги, и возможно, что вот ваша книга сегодня поможет людям пережить какой-то адаптационный период расставания со своей страной, не знаю, временного ли, безвременного ли, как-то, не знаю, ну, не то чтобы лучше, да, мягче, с большим пониманием, потому что тоже один из таких моментов, который очень тронул, был в том, когда вы описывали историю Анголы, кровавую, совершенно печальную, 200, более 200 лет колонии, почти 10 лет сталинского коммунизма, 27 лет гражданской войны, и в итоге вот эта израненная страна, да, как мы сегодня обсуждали на клубе, мы все время привыкли, русский человек все время привык, ну, понятно, мыслить себя из своей страны, да, из своей точки истории, многострадальная, безусловно, страшный 20 век, да, тем не менее, ну, мы редко, вот в широкой своей массе, да, люди русские редко выносят себя за скобки, да, и тем более имеют возможность перенестись условно в Анголу, про которую мы не так много чего знаем, и просто посмотреть... Хотя Советский Союз в этой войне играл не последний урок, да? Опять же, да, и вот просто перенестись туда и посмотреть, что, ну, как бы, мы не одни на карте стоим, там, не знаю, по пояс в крови, да, мы не одни стоим на выжженной земле, да, вот, как бы, и вот это тоже какая-то огромная, не знаю, огромная заслуга этого романа, потому что он дает пищу для того, чтобы немножко себя каким-то образом поперемещать, да, то есть перестроить немножко свою оптику, попробовать посмотреть, как бы, на карту шире, на людей шире, и, не знаю, подумать о том, как, не знаю, какие мы все, не знаю, отчасти одинаково несчастные, вот, и как мы все ищем какого-то одинакового спасения, да, там, в том или ином, вот, надо сказать, что при этом все это воспринималось мной самим совершенно иначе, когда роман писался, чем сейчас, да, потому что тогда, разумеется, была вот, значит, эта история анголы, страшная, во многом, драматичная и так далее, в общем, да, ну там много, что можно было примерить, да, на себя, значит, вот, увидеть какие-то отголоски, какие-то, значит, знакомые мотивы и прочее, вот, это то, как это, в общем, замышлялось, когда писал, а, ну, а сейчас-то, а сейчас-то что, уже куда нагляднее, да, уже ничего, в общем, это немножко все такое, понимаете, да, как бы, вот, очень бы не хотелось повторить судьбу анголы, ну, да, очень бы хотелось для своей страны не десятилетий крови, а чего-то другого, вот, чтобы, как бы, история, оставалась, вот, чтобы вся кровь оставалась в истории, раз уж мы это, в прошлом, раз уж мы этого не можем поменять, и мы это не брали с собой в будущее, Александр, я предлагаю, вот у нас осталось, ну, сколько мы планировали эту встречу, там, в рамках часа, если у тех, кто сегодня подключился прямо сейчас к нам, есть какие-то вопросы, я предлагаю вам включить камеру, либо вы можете просто включить камеру, либо вы можете просто включить камеру и сказать Александру, не знаю, нескольких слов, благодарность за секс, вот, если есть такая возможность, да, у вас подключиться сейчас, допустим, я дам вам там парочку минут, минуту, вот, потому что это всегда приятно видеть людей, сейчас я попробую как-то привлечь, я здесь вижу, по-моему, да, Алексея Поляринова, да, да, я думаю, что это замечательно, замечательно писать нам, как я учусь, вот, я очень люблю, так что, здрасте, вот, здрасте, Алексей, очень приятно, здрасте, Ольга, здрасте, да, в общем, если есть возможность сейчас включить, я хочу, во-первых, поблагодарить всех, у кого получилось сегодня присоединиться, вот, я вижу, включила, подключается, Светлана, да, вот, спасибо большое, вообще, я лично от себя еще расскажу, что, конечно, трое против всех, текст о двойной эмиграции, о поиске себя, о потерянности в пространстве, времени, в истории, поиск какой-то опоры, это, конечно, наверное, то, благодаря чему у меня случился с книжкой «Полный мэч», вот, я восприняла ее очень близко к сердцу, и благодарю вас за нее, читать ее с книжным клубом было интересно, вот, обсуждать ее с вами оказалось отдельным удовольствием, вот, спасибо большое, ну, вот у нас почти все камеры включены, вот, Александр, вопрос заключительный, к вам, ждать ли нам нового романа Александра Спесина, как вы вообще сейчас, получается ли у вас что-то с письмом, понимая, что сложно, как бы, и что, возможно, вы так же, как мы все, ничего не загадываете, но мы, конечно же, хотим, поэтому, вот, и думали ли вы о том, куда вы будете двигаться дальше, будет ли это, тоже проза, вот, есть ли вообще какие-то мысли вот туда, вот за этот горизонт какой-то, дальше книжки, вот, которая вышла сейчас? Я, ну, я думаю, как и всем, пребываю в полной рассеянности, на самом деле, я что-то пишу, и у меня было, что я начал писать, на самом деле, еще до, до 24 февраля, вот, ну, как-то так, без, трудно себе найти силы, продолжать это, да. Ну, я могу сказать только то, что, я не знаю, придаст ли это вам сил, но, что в этом есть большая потребность, и нам бы, конечно, не знаю, мне, как читателю, как человеку, который занимается, возделывает свой маленький литературный садик, для меня, конечно, очень важно, чтобы все те авторы, которые живут, живут в эмиграции, живут в других странах, пишут на русском языке, дают русской литературе какую-то новую оптику, да, вот, новый взгляд, чтобы они, конечно, продолжали писать, потому что в сегодняшних условиях надежды на переводы у нас, ну, еще меньше, да, чем на то, что авторы, которые живут за границей, смогут дать нам немного, да, проветрить немного, да, внутри, поэтому, Александр, если вдруг вы ждали какого-то, не знаю, какой-то обратной связи, вот, я вам ее даю, пожалуйста. Спасибо, как-то вот ваше, ваше просто счастье, я бы нам всем просто хотел бы, пожелал, чтобы и тем, кто пишет, и тем, кто читает, чтобы все, что сейчас происходит, ужасы, преступления, смерть закончилась, а мы как-то пережили это все, да, и увидели солнышко, и тем, а то, чем, чем мы занимаемся, как-то продолжилось, и чтобы была возможность как-то всем, понимаете, там же еще, я боюсь, что вот все все те связи профессиональные, дружеские, человеческие, да, которые вот существовали там, ну, не знаю, ну, вот там круг друзей, который приезжал там в Москве, да, в последние годы, вот, что сейчас все оказались кто где, у всех свои обстоятельства очень непростые, да, потому что социальство и миграция, это повредление, как бы изначально такой фиаско, вот, и все будут отдаляться только как-то поневоле, постепенно, вот, и это очень страшно, на самом деле, это очень хотелось как-то избежать, вот, поэтому, в общем, давайте не теряться. Давайте не теряться, отличное пожелание в финале нашей открытой встречи с Александром Стесиным, спасибо вам, Александр, за роман, спасибо за сегодняшний разговор, спасибо всем, кто смог присоединиться, и я надеюсь, что нас ждет новый, ваши новые тексты, вот, спасибо всем большое, ну вот у нас практически, практически все включенные камеры, вот, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо огромное, всем привет. спасибо. Так, я тогда останавливаю запись. субтитры сделал DimaTorzok,